Здарова, мужики, а также дамы. С вами сегодня Дрю, и это мой ежемесячный подкаст. Уже сентябрь, на улице холодно, дождит, пасмурно, очень нуарно. Детективы вышли на улицу и размышляют о том, как все тленно. Но школьники, к сожалению, с улицы убежали, сидят теперь дома на МДК, постят высокоинтеллектуальные сообщения, и мне даже некому дать с ноги по голове. Вы знаете, я очень устал, я хочу отдохнуть, и сейчас запишу для вас подкаст. Во-первых, 10 тысяч подписчиков. Я хочу сказать спасибо всем, кто был со мной все это время. Ну, вы знаете, дефолтные слова, не хочу их произносить. Вы знаете, как я к вам отношусь. Я отношусь к вам замечательно, я вас уважаю и люблю. Ну, просто некоторых из вас я люблю анально, как я уже заявлял, но дело все в том, что я не знаю, что мне делать. Во-первых, я хочу сделать ангарное видео, нужно ли оно вам, напишите в комментарии. Во-вторых, я хочу собрать точно такой же митинг, как на день рождения свой. 6 сентября, как было, если кто-то помнит. Если вы за, тоже пишите в комментарии. Теперь я займусь тем, что отвечу на ваши вопросы. Поехали. Правда ли, что в новой ветке немецких ПТСА у техники 10 уровня будет барабан? Да. Линда Печкина спрашивает, что такое Газенлаген. Линда, это замечательная газовая камера. Вообще, она применяется для других целей, нежели убиение людей через задушение. Но, в принципе, я хотел применить ее по отношению к людям, задающим глупые вопросы. Именно так, как применяли ее немцы, то есть фашисты и националисты к евреям. Почему фашисты, хотя фашисты это итальянцы? Давайте вы спросите все-таки у тех, кто писал учебники по истории у нас в России, ладно? Просто вбита в голову уже немецко-фашистская армия. Все. Без вопросов. Поехали дальше. Игорь Танетов спрашивает. Есть ли люди, на игру которых ты ориентируешься? Таких людей нет. Алекс Дэвис интересуется, в общем смысле, почему чем больше подписчиков, тем хуже качество контента. Я ему объясню. Алекс, все дело в российском менталитете. Люди хотят помногу, а какого качества их особо не волнует. Как бы они ни заявляли, ну посмотри видео Борща. Это очень качественные видео, но он выпускает их всего раз в неделю, поэтому мало подписчиков. Амвэй будет каждый день кидать какой-то шлачок, его будут все смотреть. Я не говорю, что Амвэй поступает плохо, он поступает так, как поступают все просто. Он рационально в себе ведет. Он получает деньги с Ютуба, деньги с подписчиков, куча подарков. И в принципе, это рациональное поведение. Другое дело, что он кормит своих подписчиков не совсем свежими, или я бы даже сказал, не совсем качественными видеоматериалами. Но, как говорится, выбор у каждого свой. Что хочешь, то и смотри. Это Ютуб, не телевизор, можно переключить канал в любой момент. Валик Тин спрашивает. Дрю, ты бы убил Борща ради типа 59? Слушай, Валик, я с Борщом учусь с третьего класса. Он мой друг. Это очень классный человек, замечательный. Вот. Глупый вопрос какой-то совершенно. Я не понимаю, чем ты. Серьезно убить человека ради типа 59? Конечно, да! Господи, а кого хочешь убью ради типа 59? Ладно, на самом деле, конечно, все это шутки. Борща бы я не стал убивать. Тип 59? Ну, да, хороший прем, но если мне захочется сильный танк восьмого уровня, я возьму Т-69. Дима Пушкин спрашивает о моих планах на будущее, о планах насчет канала. Я буду выпускать Медвью, железный капут по плану. Хардлевн пока приостановлен. У меня просто нет на него времени, желание его вести. Вот. Слив в реальном времени я заменил стримами. Стримы у меня есть. Зачем мне слив, не знаю. Вот. Возможно, как-нибудь сделаю. В принципе, все вот в таком духе. Еще добавлю рубрику, рубрику Tribute to the game. То есть, я там буду брать игру, играть в нее некоторое время, в ее эпические моменты, лучшие моменты этой игры и просто делать небольшой обзор. Это даже не летсплей, это просто выказывание уважения хорошему игровому продукту. Вот и все, в принципе. Все дело в том, что есть куча недооцененных игр, а я не хочу застряться только на танках. Танки это хорошо, танки это замечательно, но не только танки. Я умею играть во многие игры, я люблю многие игры, и я хорошо, очень хорошо разбираюсь в том, что такое игры, что такое игровая индустрия, по каким правилам она устроена. Поэтому я хочу делать видео и об этом в том числе. Потому что, ну, посмотрите, кто у нас сейчас из игровых обзорщиков хорошо делает ревьюшки. Ну кто? Ну Зулин. Зулин делает ревьюшки на редкие игры. А на популярные кто? Кто? Никто. Нет таких людей. Правда, серьезно, нет людей, которые делают хорошие ревью на популярные игры. Можно зайти на плейграунд и прочитать купленную лицензию, но это будет совсем-совсем не то. Ну ладно, поехали дальше. Мое мнение о Саше Бенка крайне. Никак с ними не взаимодействовал, поэтому мнения у меня о них никакого пока нет. На твой взгляд, что будет с Россией через 10 лет? Ну, процесс деградации, экстраполируя это, как говорится, и поймешь, что будет с Россией через 10 лет. Будет та же самая Америка, но, скажем так, с российским оттенком. То есть много глупых толстых людей, много потребителей и мало людей, которые хотят что-то делать. У нас будут выпускать свой айфон, у нас не будет развиваться наука, все будет вкладываться в потребительство и частный сектор. Проще говоря, страна будет жить на магазинно-потреблятской такой, я бы сказал, доктрине. Ну, как в Америке, в общем, все будет, как в Западной Европе. С, конечно же, уклоном на российское замечательное алкашество и на все подобное. То есть бомжей будет побольше, побольше будет, я бы так сказал, разгильдяев. С русским духом тут должен знак торговой марки стоять. И все такое. Василий Семидонин спрашивает. Вот такая тема опроса, хейтеры. Ну, Василий, смотри, я никого не ненавижу, потому что ненависть это сильное чувство, и я умею им пользоваться. Ненавидеть кого-либо это глупо. Если, вот скажем, есть разница между тем, что считать что-то говнем и ненавидеть это. Вот я считаю, например, Саркатона говном. Я же его не ненавижу, мне на него по большему счету накласть. Пускай он снимает, что хочет. Я просто рассказал людям о том, почему он не очень. Вот и все. То же самое с музыкой. Я считаю искренне то, что русская попса, как в принципе попса и зарубежная, это шлак. Это отброс. Это музыка, не то что мейнстрим, это музыка для масс. И слушать ее не следует. Я ее ненавижу, мне без разницы совершенно. Ну как, хейтить, конечно, можно некоторые вещи. Особенно хейтить надо людей, которые пытаются отнять у вас вашу свободу. Вот это очень важно. Таких людей надо не просто хейтить, надо уже предпринимать какие-то действия для того, чтобы свою свободу отвоевать. Свобода только через кровь, только через пот достается. Никто вам просто так свободу не даст. Надо бороться, как говорится. Надо бороться, надо бороться. No Future спрашивает, умеешь ли ты водить машину, мотоцикл и велосипед? Из всего вышеперечисленного я умею водить только велосипед. Какие марки машин нравятся? Мне нравится Zonda Z. Еще мне нравится видео Amway 921, и это плохо, как с этим бороться. Ну, смотри. Ты должен для себя решить, что тебе нравится. Качество или количество. Если тебе нужны видео каждый день, то Amway это твой выбор. Если тебе хочется качественный контент, смотри меня, борща. Ну, Моназор выпускает тоже видео почти каждый день. И прочих обзорщиков и гейдоделов, которые выпускают видео пореже, но по качеству. Пример такого обзорщика среди юмористов это AlexDarkStalker98. Тоже не мне часто видео выходят, однако они смешные. Такие дела. Линда Печкина с обилием троеточек, как всегда, спрашивает. Как ты попал в игру? Меня привел борщ, и он мне, в принципе, рассказал основы. Дальше я уже как-то сам разобрался. Дрю, риторика тайм, говорит Павел Очкин. Ну, хорошо, риторика тайм, так как скажешь. Что ты думаешь на перспективах развития ВОД? ВОД будет развиваться до тех пор, пока в него вкладывают деньги. В каких направлениях? Ну, пожалуй, это новые режимы. Вот новые режимы это то, чего не хватает. Я хочу бомб и дефьюз. Знаешь, приезжаешь на среднем танке, ставишь бомбу, и Маус пытается ее дефьюзить, и потом она взрывается, там приезжает. Или заминированный танк. Знаешь, режим заминированного танка. Если танк совершает теракт, то считается, что команда выиграла. Если контртеррористы остановили танк с заложенной взрывчаткой, типа, они победили. Вот как тебе такие режимы? По-моему, это было бы очень круто. Аллах-бабах режим. То есть, вот, я бы в это поиграл. Что ты думаешь о сербе? Я думаю, что серб это эффективный менеджер, но очень плохой человек. Причин много, потому что он считает себя умнее других, он высокомерен. Нет, просто понимаешь, что считать себя умнее других, когда ты действительно являешься умнее других, это замечательно, но серб не совсем умнее других. Он знает о своей области довольно многое. Он даже книжку написал, потому что думает, что она интересная. Но, к сожалению, серб не знает собственную игру настолько хорошо, насколько это требовалось бы для человека, его положение, ранга и статуса. То есть, ну, он как бы геймдизайнер, лидер, и он должен знать, что его поигра представляет до большейших деталей. И, к сожалению, он этого не знает. Глеб Немченко спрашивает, что ты думаешь по поводу продажи новых премиумов только через сайт? Это отличный вариант, потому что это позволяет контролировать продажи этих премиум танков, если надо будет их, оп, и оборудить. Константин Рабош задал очень много вопросов. Как ты попал в школу с золотой молодежью? Ну, тут все очень-очень просто. Мне хотелось устроиться в школу, в которой дают знания, и там реально давали знания, вот такая единственная школа в Рязани, ну, если не единственная, то таких всего 2-3, которые дают настоящие качественные знания. Все остальные школы, ну, не знаю, социальную адаптацию могли дать, вот, показать какое-то общество несправедливое, какая-то ужасная иерархия, ну, знания они не давали. Ты плохо относишься, хохлам поддерживают, то есть по большей части хохлов, хохлам можно отнести западную часть Украины. Так ли это? Вот знаешь, я неплохо отношусь к хохлам, так уж выходит, что большинство хохлов, с которыми я начинаю общаться, ведут себя как дебилы. Я не имею никаких предрассудков против целой нации, скажем так. Ну, вот так вот получается индукция, понимаешь, вот хохол, а он оказался дебилом. Я ничего к нему не имел против, так получилось, так вышло, я не имел предрассудка никакого. А второй и тоже, и третий тоже, вот когда двухсотый уже стал, оказался дебилом там с одним исключением посередине, уже какой-то вывод напросился, понимаешь, то есть это не было каким-то предрассудком, оно так получилось, вот. Твой знакомый из War Thunder не рассказывал, когда не планирует запустить альфу на земке. Нет, это будет первый квартал следующего года, как мне сказали, и не раньше. Но я War Thunder особо не интересуюсь, мне просто рассказали, что знали, вот, ну так в деталях не вдавались, просто поверхностно объяснили, что и как там будет, как там с возрастными цензами все дело обстоит. Простите, я смочил горло. И как это все будет там развиваться, в каком направлении, в каком плане, кто целевая аудитория. Я, в принципе, все это уже описывал неоднократно. Александр Бута... Что? Ботушанский, Ботушанский, Александр, красивая фамилия, Ботушанский. Я бы тебе отдал Шегель. Хочешь ли ты идти по немецким ПТ-САУ? Хочу, только по тем, которые идут к Варфрагентрахину, который, потому что он будет гнуть дико. По каким веткам ты собираешься идти? Ну, вот новая ветка ПТ-САУ. Дрю, любишь ли ты читать произведения отечественных писателей? Не все, скажу честно. Я некоторые считаю скучными. Откровенно скучными. Я разбираюсь в литературе совсем немножко. Я не профессионал. Я люблю некоторые книги, некоторые жанры. Но мне, например, нравится «Война и мир», понимаешь? Там автор титанический труд просто совершил, проделал работу гигантскую. И у него вышло идеальное произведение книжное, литературное. В каком смысле? Целая эпоха охвачена. Охвачены практически все социальные слои, охвачены практически все классы, места, возможно, все состояния, то есть мир, война, экономический кризис. Все есть вообще. Просто все полностью. Состояние общества описано. 19 век, начало. И прекрасные характеры. Замечательные персонажи. Нет никаких скучных моментов с детальным описанием ненужной ерунды, как у Реда Бальзака. Он постоянно как начнет описывать, аж тошнить начинает. Мне уже не интересно. Давай попыстрее к экшену переходи хотя бы к диалогу. Нет, здесь такого нет, здесь все замечательно. Отличная книга. «Война и мир». Евгений Климов. Дрю, любишь ли ты читать... А, это как раз уже вот было. Артем Гелисеев. Как тебе «Леопард-1»? Замечательный танк. Батчат без барабана нагибать. Может, но, к сожалению, не нужен, потому что есть батчат. А зачем нам батчат без барабана? Дрю, чем планируешь заняться после окончания универа? На самом деле, все дело в том, что у меня такая особенность характера. Даже не характера, это скорее организма особенностей. Я не знаю, возможно, это какое-то заболевание. Я очень не хочу в это верить. Я хочу верить, что я просто ленивый. Но нет. Я не могу работать 8 часов в день. Это невозможно. Я могу работать очень интенсивно. На выно износ 3-4 часа в день. Не больше. На большее мне не хватает. Поэтому я не знаю, как я буду искать себе работу. Мне с этим очень трудно будет. Я очень хочу устроиться, работать на радио. Потому что я умею говорить. Говорить много. И это мое. Я чувствую, что это мое. Радио и телевидение. На телевидение меня не пустят. Я еблом не вышел. Но на радио вполне-вполне могу устроиться, поработать, поговорить. Повести утренний эфир. Это очень приятно. Садишься, ведешь эфир. Музыку ставишь людям. И люди радуются с утра, едут на работу. И тебе приятно. Я бы хотел поработать на радио. Если у вас есть знакомый, которому нужен радиоведущий. Утренних, вечерних, любых эфиров. Говорите им. Есть такой дрю. Он хочет работать на радио. Давайте ему ссылку на мой канал, на мою страницу ВКонтакте. Очень хочется поработать на радио. Также я планирую заниматься репетиторством. То есть с маленькими школьниками. Рассказывать им про математику, про физику, про русский язык. К сожалению, остальные предметы я знаю не так хорошо. То есть работать интенсивно 3-4 часа в день. Это подразумевает неполный рабочий график. Мне нужно какую-то работу, которую я люблю. Монтаж видео, опять же. Размещу объявление о том, что могу монтировать видео. Чем-то таким планирую заняться. И, конечно же, продолжу работать с каналом на ютубе. Многие скажут, что это нестабильный доход. Я, в принципе, с ним и соглашусь. Как накоплю немного денег, уже планирую открыть собственное дело. Я пока думаю над идеями, что будет более-менее. Хочу инновационное дело. Я не хочу копировать чьи-то идеи. Я знаю то, что я обосрусь. Я обосрусь, да. Я всегда так... Я обсираюсь сначала. Но потом я так это жгу. Вот всегда, как начинаю новое дело, я не могу, не могу, не получается. Я прям пытаюсь, пытаюсь. Учел ошибки и вновь пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. А потом я понимаю, в чем фишка, понимаю, в чем суть. И у меня все получается. В принципе, я думаю, это подход всех касается. Хотя, возможно, есть талантливые люди, у которых все сразу получается. Я им искренне завидую. Максим Пинаев. Будет ли у тебя обзор на 112-го? Максим, будет обзор, как только появится танк. Как только либо мне кто-то его пришлет, либо каким-то образом я его куплю. Но, к сожалению, у меня сейчас нет денег на танк. Вот честно. Нет денег. Будет танк, будет обзор. Честное слово. Сразу я выполняю свои обещания. Танк, если мне кто-то присылает, я обязательно быстро делаю на него обзор. Дрюк, о каких танках планируешь сделать гайды? ФВ-215-183 сначала, потом посмотрим. Дрюк, ты продал М48 паттерн. Если да, то почему? Все дело в том, что паттерн я заменил на 121-го. Один фан-танк 10-го уровня на другой. И паттерн и 121-й танки фановые. Особо они не тащат, но повеселиться, поиграть на них, нанести 4-5 тысяч урона и даже 6 вполне можно. Танки неплохие со своими особенностями. Я люблю такие танки. Как тебе карта Тундра? И правда, что ты съебил с ТРП? Ну, Тундра карта хорошая. Там нет стоялого, что странно, несмотря на обилие кустов. Но, возможно, оно там появится, как только народ поймет фишку. Я, да, свалил с ТРП. Причина очень много тупых школьников и деградантов в комментариях. Особенно вот хохлы. Ой, фу, выводите меня от этого. А модерации никакой. Без модерации такая группа долго не проживет. Я вам это обещаю. Запомните мои слова. Если словщик не начнет группу как следует модерировать и выщищать, все будет хорошо. Вот. Возможно, месяц-полтора, а потом группа просто скатится в МДК. Я уже замечаю некоторые признаки этого. Я бы на месте словщика просто начал бы банить налево-направо. Ну, косячных людей, естественно. Что я хочу делать после окончания своего учебного заведения? Я ответил, пойдешь на вышку или работать, в смысле, на вышку, на вторую вышку. Вторая вышка, я думаю, мне не нужна. Работать? Работать я тоже. Ну, как я уже говорил, я хочу работать не полный рабочий день. Да, я, возможно, буду получать меньше, но знаете... Блядь, ребят, я не хочу быть частью этой гребаной системы. Вот меня Инка упрекает. Я ее сразу предупредил. Мы абсолютно честны в этом плане. Я ей сказал, я не буду стабильно зарабатывать, скорее всего. Почему? Потому что я очень и очень-очень уважаю свободное время. Я уважаю творчество, потому что я чувствую, что это мое. Я чувствую, что я могу что-то создать, и мне для этого нужно время. А времени, которое остается после работы, рабской работы, корень раб, блядь, если кто-то не понимает. Работать на систему, на кого-то, я не хочу. Только если немного, и чисто для того, чтобы жить. Я понимаю, что такое деньги, я понимаю, что они в современном мире достаточно важны, но я, с другой стороны, понимаю, что деньги – это всего лишь нарисованные бумажки. И то, что смысл в них кладут исключительно люди. Вот поймите, осознайте эту основу, возьмите в руку даже тысячерублевую бумажку. Вы понимаете, люди ради этого убивают друг друга, ради напечатанного города или ебалого бумажки. Вдумайтесь в это. Это серьезно. Да факт. Это факт. Вы не сможете поспорить с тем, что это просто качественная типография. И не более. Это люди вкладывают смысл в эту херню. Вот. Такие дела. Деньгами я отношусь именно так. Да, это нужная вещь, потому что люди в нее вкладывают смысл. Если люди перестанут вкладывать смысл, перестанут доверять финансистам, которые рушат систему мировую раз за разом, все будет отлично. Дрю, устраивает ли тебя постоянная игра в рендами с орешками вроде тебя? Дмитрий, ты сейчас пошутил? Да, как там? То есть ты с юморить пытался? Да, меня устраивает эта игра. Она, конечно, взорвает мой пукан, но мне нравится то, что игра приносит мне хоть какие-то эмоции. Эмоции это круто. Хотя бы Батхё. Можешь ли ты так нагибать в роте на турнирах ГК? Да, я играю в роте с физиком и там 48% у нас игроки. Я нагибаю довольно-таки. На турнирах я не играю, но ГК я тоже не играю. Я очень люблю командную игру, я это очень уважаю, но, к сожалению, командная игра в 7.42 сводится к даче и в кустах. Мне это очень не нравится. Алексей Денуга спрашивает, слышал ли ты про эскадрон негров на Мерсе 30 сантиметров плюс? Нет, ты что, никогда не слышал вообще, нет. Кто такие на Мерсе? Вообще не знаю. Александр Суслинидзе спрашивает, Длю, каков в Рязани уровень ЗП? Средний уровень ЗП по Рязани 17-25 тысяч рублей. На что я рассчитываю? Я рассчитываю получать 25-30 рублей в месяц. Тысячи, естественно. Поначалу. Работая на радио, хочется получать побольше. А своего дела уже хочется получать что-то вроде 150-200 тысяч в месяц хотя бы. То есть, вот, для меня 150 тысяч в месяц, все, хватит. Мне больше особо нужно это не будет. То есть, 150 тысяч в месяц меня устроит до конца моих дней. Вот. Ты планируешь работать? Ну, я уже говорил, на радио, монтаж, разнорабочий, именно вот такого интеллектуального смысла. Могу мероприятия проводить, все дела. Почему все в стране так любят сосать, но геев запрещают? Марк, ты знаешь, я сам задаюсь этим вопросом. В стране действительно очень много хуесосов. Эти люди, они, ну, они, их много, действительно. Они сосут не то, чтобы члены, они сосут латентно. То есть, они принимают решения из страха исходя. Они боятся, ну, то есть, они боятся Путина, они боятся системы, они боятся полиции, они всего боятся. Блядь, мы живем всего 90 лет. Чего здесь бояться? Посядут тебя в тюрьму, ну и что там? Не все хочи там, адекватные люди. Из тюрьмы можно сбежать. Надо попытаться обязательно себя садить в тюрьму, хидрить. Неужели ты не пытаешься оттуда сбежать? Это же глупо. Накинут три кода, дыракинут. Господи, ерунда какая. Продумай план получше, сбежишь обязательно. Убегай в другую страну. Есть хорошие страны на этом свете. Например, Нидерланды. Вот, так что, как тебе сказать, Марк? Всегда есть выход. Даже из страны, в которой люди любят сосать. Дрю, как относишься к бильярду? Играл ли? Да, я любил бильярд раньше шести лет, играл в бильярд. Но профессиональный бильярд меня не привлекает, потому что это такой дрочь тактический. Я не смог быть такой. Роман Талдыкин, почему-то как-то относишься хорошо к Т-34 премиуму? Потому что танк хороший. Почему бы, собственно, не относиться к нему хорошо? У танка из минусов только динамика и броня корпуса. Все остальное замечательно. Дрю, как относишься к богоподобным играм Metal Gear Solid? Конечно, я играл в Metal Gear Solid. Мне не очень нравится. Solid Snake No.1. Но последний Metal Gear Solid, который на консолях только вышел, по-моему, это что-то такое. Не знаю, какое он имеет отношение вообще ко всей серии предыдущей. Не играл и не хочу. Не буду даже разбираться, что там. Сулейманов Наиль спрашивает, почему, когда меня узнают, и пишут тебе что-нибудь, ты не отвечаешь, становишься недовольным? Объясняю. Во-первых, эти пидарасы с алинимером, они знают, что в меня надо стрелять. Они знают, у кого статистика хорошая, и они видят череп. Если пидарас с алинимером видят череп, он сразу знает, кто, блядь, опасный, кого ликвидировать надо. Обычно я получаю... Во-вторых, эти засранцы, которые меня узнают, обычно начинают за мной охоту, сука. Вот конкретно за мной. Они всех игнорят, но за мной охотятся. Это некий дискомфорт добавляет. Но в целом я рад, когда меня узнают. Это делает меня довольным. Я говорю спасибо, там, привет иногда. Вот, иногда говорю, что это не я, потому что это не я. Артемка Савлов спрашивает, что скажешь про новую часть Assassin's Creed Black Flag? Коммерческое говно! Друг, куда исчезли шутки про религию имамок? В официальной группе нельзя шутить про религию имамок. К сожалению, ребятки, нельзя. Когда я делаю видео не для официальной группы, а делаю их редко, потому что я жадный, алчий пидорас. Я шучу и про религию, и про мамок. Где передача слив в реальном времени? Я заменил ее стримами. Такие дела. У меня однокурсник, пишет Валентин Судаков, заказал себе айфон 5s за 600к. Вот это долбоеб твой однокурсник. А, как раз вопрос про это. Я вынесся на двигагноз, долбоеб феорически. Правильно ли заболевание вывел? Абсолютно верно, Валентин. Твой однокурсник конченый депил. Я бы на его месте пошел бы и добровольно отдал бы свое тело на развитие энергетики, кинулся бы в биореактор. Как я отношусь к таким людям, которые сейчас по специальности программист называют системный блок процессором? Да, насрать, пускай. Главное, чтобы медик знал свое дело. Медик обязан знать свое дело. Медик, который не знает свое дело, это смертельно опасное оружие. А программист, который системный блок называет процессором, и наоборот, ну дебил. Ну господи, пускай существует, как хочет. Дрю, будешь покупать 112? К сожалению, нет денег сейчас, финансов. Аляулю. Будешь ли выкачивать на 110.5? Возможно от ничего делать, выкачивать. Сосницкий никуда не пропал, у меня сложности со съемками Сосницкого. Выпуски Хардли Омэнд пока заморожены. Что делать, если я легкий 48%, хочу поднять свой скилл, КПД и все остальное? Закрыть рот и перестать сосать. Это самый главный принцип. Перестань сосать хуйки. Перестань бояться всего. Страх убийцы разума. Михаил Москвитин. Сериалы какие смотрел? Ну, во-первых, Lie to me, Lost. Так, что еще? Game of Thrones, естественно. Вот. Посмотрел чуть-чуть Breaking Bad, только начал и уже нравится. Breaking Bad буду смотреть обязательно. Какие можешь выделить, посоветовать? Lie to me. Замечательный сериал, жалко, что закрыли. Ну, Game of Thrones, я думаю, тут не нужна реклама. Вот. И Breaking Bad только начинаю познавать. Только начинаю познавать. И, конечно же, по НТВ идет мощный сериал Карпов. Обязательно смотри Карпова. Там такие расследования. Менты, жиганы. Питер, там ночь, дождь. Ну, ладно, я шучу, конечно. Хотя нет, Карпов это все-таки Карпов, чувак. А как же, а как же мент, глухарь? О, замечательный сериал. Что для тебя является безвыходной ситуацией? Короче. Безвыходная ситуация, это когда ты наврал, и все доказательства против. Хотя нет, даже тут выход есть. Знаешь, выход есть всегда, чувак. Всегда есть выход. Даже если он тебе не нравится, он есть почти всегда. Даже если тебя окружили 15 маджахедов, и ты лежишь с гранатой в руке, это тоже выход, чувак. Это выход из этой жизни, но ты героем умрешь хотя бы. Это тоже выход. Да, он тебе не нравится, но это выход. Выход есть практически всегда. Дрюк, где тебе комфортнее, виртуальном или в реальном мире? Мне комфортнее везде, то есть мне без разницы. Виртуальный, реальный мир, я везде чувствую себя замечательно. Дрюк, предположим, ты вкачал какую-нибудь десятку, и сразу же после этого ее нерфят. А затем ты вкачиваешь еще одну, и ее тоже нерфят. Что бы ты сказал карточки после этого? Я бы бомбанул просто, и перестал бы донатить, пожалуй. И призвал бы всех своих подписчиков перестать донатить. Ну, я не дебил, я имбы почти не качаю. Единственное, имбы у меня сейчас на аккаунте, это Фош. Ну, еще архичит 268, но архичита никто нерфить не будет. Привет, Дрюн, с непертением ждал подкаста, чтобы задать вопрос. Стоит ли слушать аудиокниги? Ну, как сказать, аудиокниги уступают классическим тем, что фантазия чуть-чуть больше работает, когда все-таки читаешь с бумаги. Аудиокниги, они все-таки давят, мозг занят тем, что он слушает, и поэтому фантазия чуть-чуть меньше качается, чем при просчитывании книги обычной. Куда делся Мишгайла? Чуть-чуть устал, Мишгайла устал. Кирилл Славлев, куда тебе из ангара делось? Подмотри, G25, ФЦМ, ну, угадай, куда они делись. Примени простую логику. Я вам так скажу, ребят, не волнуйтесь, что я продал некоторые из ваших подарков, не подхердьте от этого. Я могу их в любое время восстановить. У меня есть определенные привилегии. Я могу восстанавливать себе технику по желанию. То есть, естественно, я должен накопить определенное количество серебра, и мне восстановят премтанк. Мне очень нужны были кредиты в тот момент, когда я это продал, поверьте, очень. Вот настолько очень, что если бы я вот не продал, меня бы сейчас с вами не было, я был бы лохом на пустом аккаунте практически. Ну, не настолько, конечно, но было бы печально. Так что, ребят, не беспокойтесь, в нужное время все это вернется ко мне в ангар. Не парьтесь. Обзоры я, тем более, сделал. Параложил ли ты качать ветку Aufklärungspanzer Panthera? Да, у меня открыт Индианпантер, но пока его не покупаю. Дима Хомяков, задам интересующий вопрос. Ты вместе со своей дамой сердце на квартире живешь или у чьих-то родителей? Мы ночуем у меня на квартире, у меня тут родители вместе, 3-4 раза в неделю. Да, так тяжеловато, но, в принципе, нам классно. Мы встречаемся, проводим хорошо время. Пилит. У меня тоже девушка пилит, я ей не уделяю время, потому что у меня 10 тысяч подписчиков. У меня канал на Ютубе, танковые курсы. Как ты борешься? Я полностью надеюсь на ее понимание. Она меня любит, я ее тоже, поэтому я надеюсь на ее понимание в этом вопросе. Я только на это могу уповать. Потому что я бы на ее месте прям не знаю, что со мной сделал. Но что сделаешь? Солови, такова жизнь. Мужики должны работать. Такая жизнь, чувак. Должны мужики заниматься разными делами. А девушки хотят внимания, они хотят секса, понимаешь? Они любят секс. Они больше нас его любят. У них же оргазмы сильнее. Знаешь, вот зависимость же от оргазма, фактически. То есть мужикам это надо, чтобы слиться. Знаешь, такого ееее. Так вот, у женщин оргазмы же сильнее, они у них мощнее чувствуются. Они так же зависимы, просто они любят повипендриваться. Так что, знаешь, вот отжарю ее как следует. И пока она в пространстве, просто садись за комп и делай, что тебе надо. Я так всегда делаю. Ладно, шучу. Твое отношение к Хованскому? Хованский. Хуевые стендапы. Последний стендап говно полное. Как и не последний, предпоследний и 10 стендапов до него. Я смотрю Карлина, Херинга. Ну, я не понимаю. Вроде Хованский. Херинг это его кумир. Так какого хера он вообще не похож на Херинга? Он просто ворует шутки Сикея. Своих шуток у него нет. Мамку ебал? Как смешно. На PS3 нет игр. Как смешно. Хованский, Хованский. Привет, Дрю. Как ты относишься к такому нововведению, как личный рейтинг игрока в переделке, как на достижении в целом? Хорошая штука, но, к сожалению, она учитывает количество боев слишком сильно. Это минус. В остальном отлично. Скажи пару слов о Рязани. Рязани прекрасный город, маленький, уютный. Хорошо здесь и приятно жить. Правда, хачей много. Надо их выселить отсюда. В остальном город замечательный. Привет, Дрю. Когда ты сказал, что танки для тебя завершены, и ты собираешься проходить любые игры? С чего ты начнешь, с чего нам ждать и когда? Ну, трипьют у других игр, да. Ну, Дрю, танки пройдены фактически. Я выкупаю сейчас потихоньку технику, покупаю что-то новое, если я свободил ветку. В основном, да. Другие игры, те, в которые я играю, это инди, экшены, сюжетные шутеры. То, что я люблю. Буду по ним снимать трипьют, летсплеи, обзоры. Люблю игровую индустрию. Буду снимать также обзоры и игры. Обзоры не то, что игр, а именно разработчиков, процесс разработки. Буду рассказывать, пояснять вам, как именно создается игра. Потому что я всем этим интересуюсь и занимаюсь, догадываюсь, как это делается, в принципе, все. Егор Ковалев пишет. В каких великих городах России ты был? Я был в Москве. Я был в Валдикавказе. Это великий город. Это Осетия, чего? И я был в Воронеже. Воронеж, великий город. Там есть... Там есть улицы пешеходные, которые шире, чем проезды для машины. Это мне понравилось. Хороший паркер. Хороший город. Города классные. Питера не было, но хочу посетить. Здравствуй, друг, сможет ли ты популярно объяснить молодежи разницу между религией и верой? Ну, смотрите, религия – это политический институт, призванный заставить народ верить в какую-то поебень, который нужен для его порабощения, для его ослабления, для того, чтобы народ перестал сопротивляться, проявлять волю, быть агрессивным и опасным до существующей политической системы. А вера – это внутреннее состояние человека, когда он во что-либо верит без всяких доказательств. К сожалению, я не могу сказать людей, что люди, которые верят, сильно умные. Однако, если речь идет о теории какой-то, например, о теории суперструн, и ученые в нее верят и пытаются ее доказать, это, с моей точки зрения, просто замечательно. Просто в хуйню не надо верить, и все будет замечательно. То есть не надо верить в Деда Мороза, там, всяких Аллахов. Нет, Иисус, конечно, да, это реальная историческая личность. Иисусу надо верить, господа, потому что он был. Ну, не надо верить в какие-то сверхъестественные силы, потому что это глупость. Ну, доказательств их существования нет. Вот. Верить надо в что-то, чего ты хочешь добиться. Верить надо в себя. Вот мое мнение. Верьте в себя, в свою собственную мощь. Верьте в себя и добивайтесь того, чего вы хотите. Верьте в свои цели. Больше ни во что верить не надо. Шалом, Дрю, когда-нибудь ты проводил бой с нынём дамага? Был когда-нибудь? Да сегодня провел. Бывает такое, конечно. Смотри, причин много. Арта шотнула, турбослив. Или просто, знаешь, вот берут бой какой-нибудь и ПТшка в БК. Сегодня так и случилось, что меня трахнула арта. Еду я на 121 и мне кинули на фулдамаг. Ну, 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 всё. Дрю, будет ли ЖК партия? Нет, не будет. В какой школе ты учился? Вторая гимназия города Рязани. Как так к мне относятся? Школа хорошая, преподаватели местами были хорошие. Дети там полные пиздецы. Просто дебилы. К сожалению, директриста раньше детей не любила. И тоже была не к месту там. Были ли любимые учителя? Конечно, был Юрий Анатольевич, учитель физики, любимый. Бугреев, Ольга Ленишна, учительница русского языка. Вот, Валентина Ивановна, учительница математики. Вот. И, конечно же, Игорь Викторович, учитель физкультуры, который потом стал завучем, а потом Ливановым. Ко всем остальным я отношусь либо посредственно, либо, ну так, плюс-минус, либо плохо. Вот. Возможно ли, игра в подписчиками помимо танков? Да, возможно. Вот. Сколько денежки надо будет отсыпать? Это мы потом как-нибудь определимся, но, скорее всего, я ничего за это брать не буду. Ребята, я так спать хочу. Не знаю почему. Что со мной? Что за херня? Почему я хочу спать? Привет, Андрей. Популярность растет. Что тебя там в Рязани? Узнают или нет? Нет, в Рязани меня пока еще на улице не узнают, и слава богу, пока я не хочу. Родители знают о твоей зарождающейся популярности в интернетах. Да, им это как-то особо наплевать. Вот. Они считают, что да, лучше бы я, конечно, на заводе пахал, но, знаете, это... Ну, они у меня чуть-чуть менее такие широкие люди. Не будем об этом говорить, в общем. Я от своих родителей, как бы, скажем, я у них квартиру, скорее, чем как-то с ними взаимодействую. Все свое раннее не танковое творчество удалил с концами. Нет, скоро будет то самое видео с квамиксером. Хе-хе-хе-хе-хе. Я говорю, оплотно. Выбор премтанков. Сергей Волков, ты ебанутый не так. Поэтому уже столько видео, блядь, столько материалов на танков... Ну, везде, ну, блядь, ну, выбор... Да пошел ты в жопу со своими премтанками. Прям аж бесять, блядь. Пацаны, что лучше, 6-34 или Яга 8-8? Лучше мнение свое иметь. Аж бесите прямо. Извинись. Андрей, что ты думаешь насчет ваффентрахеров? Да, я буду их отчасти, они будут гнуть. Но, к сожалению, от фугаса будут умирать. Привет, Андрей, хочу посетить твой город. Мне подскажешь, есть ли у вас там классные места, чтобы погулять? Да, сколько угодно парков, площадей, замечательный город. Что у тебя первые впечатления после выхода патча? Интерфейсных багов много, но в целом игра стала лучше. Но интерфейсные баги загибали, особенно баг с камерой. Амар Багандов. Определился ли ты, куда пойдешь после танков? Баян. Как можно попасть к тебе на тренировку? Через постель. Когда выйдет слив в реальном времени? Не будет. Баян, 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 Баян. Ладно, ребят, мы закончили с этим. Итак, отставляйте свои комментарии. Ставьте мне сюрцов в контакте. Азазаза. Лоис. Обязательно что-нибудь напишите насчет митингов в Тимспике и насчет ангарного видео. Я еще раз вас поздравляю с тем, что у меня 10 тысяч подписчиков. Я желаю вам удачи, хорошо провести время. И до скорого. До встречи в передаче «Железный капут» и моих видео. Чао.